всем приветики 8 мая больше снегу никто не удивляется потому что снег везде сегодня оксаночка утром с нижегородской области прислала фотографии них снег за ночь выпал это кошмар какой-то это природа что-то вообще разошлась и разбуянилась в мае-то месяце оксана многие огороды уже посадили хорошо ничего не успели посадить а так вот у людей по замерзать сон до пересаживается надо помогать делать если рассаду высадили носить и печки то ладно если так вот в открытый грунт цветы мерзнут деревья цветут все мерзнет короче так жалко вообще-то в этом году толком урожая может быть не быть фруктовых деревьев там где цветы цветут и они сейчас померзнут и все да масечка все я сегодня короче решила не заморачиваться особо с едой мне надо готовить еды нету есть только первая и вот у меня есть такой вот домашний гарнир и купила уже давно велкам месяц на належит 15 минут 4 порции сковородку с маслом высыпаю это все дело немножко подогреваю не сильно потом добавляю 400 миллилитров воды и довожу до кипения 15-17 минут закрываю крышкой и все это дело должно быть готово написано что все натурально все вкусно будем пробовать потом покажу что мне будет мясо какое чудо мясо чудо интересное первый раз я такое увидела нам дали на пробу сейчас я сделаю это мне одна большая сковородка потом дальше продолжим вот как выглядит рисок со специями запах сразу такой пошел и выглядит по крайней мере аппетитно рисок готов вполне таки себе прилично и покажу вот такую штуку не знаю кто-то видел не видел пробовал не пробовал это нам дали на работе всем на дегустацию все уже продегустировали давно уже забыли про эту штуку лена только все собирается кстати срок годности уже подходит срок годности у этой штуки месяц ну короче вот так вот я я самая последняя кому-то понравилось кому-то не очень кому-то не понравился сам соус объясняю что это такое домашние котлетки в овощном рагу там внутри котлеты нам даже делали презентацию показывали видео как это кушать то есть либо нарезать нарезаешь на кружочки и внутри получается где-то порезанная котлета и овощи ну желе желе плотное но не расползается и это можно положить на хлеб таким образом есть но никто так не пробовал по моему есть все пробовали второй способ а второй способ какой просто я снимаю оболочку кладу всю эту штуку в сковородку накрываю крышкой все тушится немножко все это дело растает и получается котлетки в овощном соусе так что сейчас я это распакую и посмотрим что получится котлетки готовятся все это дело растаяло под крышкой на вид вроде бы аппетитно да как тетельки в соусе но запах какой-то мне не нравится запах какой-то как будто знаете может я себе что-то внушила но я думаю как готовые котлеты в соусе пусть даже там желе могут храниться месяц или кажется туда столько всего напихали чтобы это все законсервировалась и не какой-то химозный запах почему я даже не знаю буду ли это есть котлетку может я и отщипну пожую попробую но попозже затыкался съесть не хочу а соус как-то вообще мне не внушает доверия короче коля попробовал сказал нормально там маленький кусочек был от какой-то видимо котлетки отрезанный я попробовала мне совсем не нормально то есть ну по вкусу мне не нравится могу сказать что это дело на любителя я не любителя секуля будет есть пусть есть но как по мне что-то здесь вот не то по вкусу то ли специи то ли не знаю как не знаю я буду есть лучше другую вид сижу планирую планы написала записочки сейчас съезжу в храм надо подать молебен на путешествующих за нас мама у меня колю и наташа моя тетя папина родная сестра тоже ненадолго поедет путешествовать подам за нее вот чтобы все вместе совсем было хорошо затем поеду еще хочу заехать в магазин посмотреть для шиншил домик в клетку в новое жилье и к мамульке ну вот так вот последние мои выходные перед отпуском завтра может пораньше девятое число отпустят ну ладно будет видно обожаю наш храм маленький уютный спокойный народу немного приходит ну по праздникам много так обычно но право небольшой народу приходит не так уж и много и так те кто живут рядом и мне очень удобно не так далеко от дома на машине ну минут восемь наверно так что повезло что нашем районе есть такой замечательный храм фух слушайте запыхалась где только не побывала ничего не снимал и в зоомагазине в алберис на зоне у мамы в парикмахерской и просто магазине везде была вот теперь я дома да 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 я созрела постричься может кто-то скажет ли она была не надо нет ли она была надо во первых у меня концы все были как посеченные сухие хотя сейчас дам мягу хотя мастер сказал что сейчас такие краски что это наручная но все равно задними лапами отталкивает мастер сказал что такие краски что они не должны сушить корни корни кончики но хотите посмотреть капли с собой сейчас толкаться но говорит вы наверно может быть нет нет тем ты не толкаешься а новые запахи вот не тот бальзам или мало бальзама или мало вас витаминов в организме и организм забирает витамины с волос короче это я не знаю но он мне знаете что посоветовал вообще вам бы хорошо кератиновое выпрямление поэтому меньше морок было с волосами но пока мне вообще не до выпрямление отпуск скоро мне посоветовал он в аптеке купить ос вицин вот так вот это называется добавлять в шампунь или в кондиционер он говорит я вообще себе просто на волосы наношу что-то он делает с волосами из кожи головы что восстанавливает питает вот этот он мне посоветовал потом он это тема цвета поменяли но я вообще-то не хотела так так насильно поменять кардинально я хотела каштановый но у меня по первой получилось темный он сказал что вообще-то существуют смывки вообще первый раз об этом слышу существуют смывки продаются везде во всех вонит косметику лубка радуги берешь эту смывку правда она воняет это ужасно но смывается краской потом можно красить ну дальше какой-то там хотел свет поэтому так вот если на пакостил с волосами оказывается можно что-то изменить я вообще не знаю стоит мне менять цвет не стоит но вернее заморачиваться сейчас этой смывкой или нет если есть такая возможность то можно прям определиться на каком-то цвете вот такой что мне нравится взять эту смывку допустим это чтоб был светло каштановый не знаю время то осталось уже всего ничего но по крайней мере огромный плюс от того что я сходила по римлянскую я все-таки подготовилась во первых к лету летом жарко вот с этими хвостами кстати он стрижет мне так нравится вроде коротко да ну не коротко вот не сильно длинно но его стрижку можно собрать хвост то есть вот я могу убрать все это дело в хвост до этого сколько мне не стригли то отсюда выпадет оттуда выпадет ну естественно себя конечно буду ходить это зацепляться может что-то и вылезет но вот его стрижку и даже не прошу он всегда так делает можно собрать хвост вообще мальчишка молодец мальчишка молодой человек вот это первый плюс 2 плюс что я узнала 6 вот эта вот штука для волос я его куплю буду добавлять шампунь и в третьих я узнала про смывку сегодня прям продуктивный день продуктивный день меня если я с тебя сняла шерстинку я с тебя сняла шерстинку ну ты такой вот такая вот такая ты сякая ну полюби меня полюби меня ну полюби скажи она я тебя люблю за ушки возьму на течо знаете чего вся расколячилась вся вот просто а как ты ко мне приходишь по меня топчешься по утрам топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ это нормально да когда я хочу с тобой подоптаться моя девушка моя ты крокодительница вот это хорошая кошка такая хорошая булочка ты моя булка иди 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 ставлю тебя все все храме купила проспорочки сейчас их меленько порежу потому что они быстро не съедаются потому что потому что они свежие меленько порежу потом утром с крещенской водичкой их очень хорошо употреблять возьму с собой в отпуск дома у меня есть на отпуске возьму вот эти проспорочки все равно я тебе буду тискать ты не убегаешь и буду тебе тискать 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 заезжала в зоомагазин увидела травку вот она травушка муравушка сейчас я вам дам трыха каким образом ест травку я ему дала он вышел покрутился я поставила возле миски но обратно залез под коврик тебе домик нужен да тебе нужен дом ты домашний свин он любит всякие норки капюшоны в отпуске так раньше в капюшоне сидел найду со старого пальто так а тут у нас дележка травы яша делит траву с масей масенька ты или ешь или не мешай да не мешай скажи ребенку есть ты не хочешь вот сядь и сиди не будешь есть но маска пробовала не раз было немного но съедает а лиска не не хочет такого такую витамину у меня кошки снова шлейках уже более-менее попривычнее ну лиски так все все нормально она у нас спокойно как маленький танк вот мася тоже все получше носу первый раз она все-таки нервничала когда я дело по пластунски тут ползала с этой шлейкой сейчас получше так что пусть привыкают еще может быть разок одену не буду терроризировать этими шлейками сейчас походят пускай пару часиков и еще перед дорогой одену разочек и тогда в дорогу уже не будет ли них неожиданностью что на них что-то одевают короче говоря лисонька проходила шлейки часа полтора потом слышу какой-то звук такой бух-бух видала помимо пол или чё она там делала и она ее сняла слышь ты умница благоразумница это коробки с мусором налила на них ну ладно лежи там все чистенько пришлось мне немножко ушивать вот эту штучку потому что было до предела стянуто сейчас я немножко подшила сантиметра на полтора посмотрим дальше снимешь не снимешь ты хитрая ты можешь вообще не снимать чтобы я не видела походить походить а потом раз как в машине будешь сидеть и снимешь план разработаешь коварный я за тобой наблюдаю мальчика кстати не пытается снимать но когда нашли ки она все-таки покорная вот она у нее свободно вот это отходит на лапы на нас может вытащить на маска те тоже шлейку подшивать она дай-ка померю насколько меня тоже подтяну потому что лап она вытащит тоже на сантиметрик мы тебе ее подтянем